Виктор Луканин не особо надеялся, что пройдет конкурсный отбор и станет факелоносцем 29-й Всемирной Зимней Универсиады 2019 года. Требования были довольно жесткие, например, так как универсиада молодежная, то возраст участника до 35 лет. Плюс надо было написать эссе и приложить дипломы и награды на региональном, российском и международном уровне. За каждую начислялось по несколько баллов. Итоговая сумма и определила победителя от каждого региона. Виктор подал заявку на участие в самый ближайший регион – Москву, место, которое первым в России пронесет огонь универсиады. За несколько дней до мероприятия Виктору сообщили, отбор он прошел. И совсем недавно мужчина пронес огонь по улицам Москвы. Всего факелоносцы пробежали 7 километров от парка Зарядье до стадиона Лужники. На каждого из 57 участников пришлось всего ничего – по 300 метров. Однако даже эта дистанция запомнилась на всю жизнь. Ведь универсиада – это второе масштабное мероприятие после Олимпиады. Тяжело передать чувства, но это очень-очень такие хорошие чувства, очень запоминающиеся. И мне кажется, они вряд ли в течение нескольких лет забудутся, когда испытываешь вообще важность и масштаб данного мероприятия. Вместе с Виктором пламя универсиады по улицам Москвы пронесли олимпийский чемпион по фехтованию на шпагах – министр спорта России Павел Колобков, министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Катюков, четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватунин, а также представители разных регионов. Не все были из города Москвы, то есть очень много было таких же, как я, с близлежащих областей. И по разным направлениям был произведен отбор, то есть в числе феклоносцев были как спортсмены, так и просто активные граждане, которые участвуют в общественной жизни. Были поэты, писатели, то есть те, кто активно участвует в жизни страны. Короткое событие, которое запомнилось на всю жизнь. Участие в мероприятии настолько грандиозном, что с его размахом мало что сравнится. Теперь эстафету огня универсиада принимают 29 регионов страны. Вот только масштабное зрелище, сравнимое с московским, по словам Виктора Луканина, повторится разве только в Красноярске, городе, в котором пройдет всемирная 29-я зимняя универсиада. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания, город.